Продолжение следует... Продолжаем. Зачем нам нужно низкого уровня взаимодействия? Например, нам нужно как-то оптимизировать производительность нашей программы. На первой лекции говорилось, что, например, Перл очень плохо в каких-то вычислительных операциях. Сложная математика. Банально мы будем рассматривать, как написать свое скалярное произведение двух векторов. То есть сокращаем потребление памяти, потому что, как мы увидим дальше, перловые структуры сильно развесистые и не являются такими атоматными типами, как, например, в C. И сокращаем потребление CPU. Либо это увеличение скорости разработки. Например, есть уже хорошая библиотека, написанная на фартране. И вот, например, в питоне, все там очень известные библиотеки, например, numpy, cpy, они все используют внешние библиотеки, написанные на фартране 20 лет назад и великолепно работающие. Так зачем заново все это писать, когда просто можно взять готовое и использовать в своем коде? Также бывает, что, например, некоторые задачи проще решать на C. Для меня, например, такой задачей является упаковка и распаковка каких-то бинарных данных. В перле есть также регулярное выражение. Мы рассмотрим с вами, как вызывать не только C-шные функции из перла, но и перловые функции прямо из C. Что ж, для начала нам нужно разобраться, как нам сгенерировать такой модуль. Для этого нужно понять, чем у нас собирается Perl. Это можно сделать первой командой. На Linux он собирается make-ом, на каких-то других системах, ну, на вообще Unix он собирается make-ом, а на других системах собирается какими-то своими аналогичными сборщиками. Ну и, например, чтобы создать модуль с именем local vmat.xs, поддерживающую версию не ниже 5.16, нужно выполнить команду номер 2. Есть еще такой прекрасный модуль syscan. Это модуль для парсинга заголочных файлов в C-шных. Если указать ключик минус x, предварительно поставив этот модуль, то можно, например, подтянуть какие-то enamo, какие-то константы из этого заголовочного файла. Ну, после выполнения первой команды мы получаем базовый набор файлов, необходимый для создания модуля. Собственно, сам модуль — это vmat.xs.pm. xs-расширение, xs.xs, оно будет лежать прямо в корне проекта. Есть отдельные директивы, с помощью которых это можно обойти, но по умолчанию он будет лежать в корне. Есть два файла с сишными и xs-ными константами, которые подключаются в xs-ный файл. readme, тесты, намекающие, что нужно писать тесты, какие-то документы для дистрибуции, и файлик ppport.h. Этот файлик, собственно, и обеспечивает нам совместимость со всеми предыдущими перлами. Чем ниже версию мы зададим, тем больше по размеру будет этот файл. Что ж, как бы мы собирали и тестировали этот модуль? Кто-нибудь собирал сишные программы, например, с помощью каких-нибудь автотулс или смейков? Ну, собственно, перл makefile.pl делает примерно то же самое. Он проверяет наличие необходимых модулей, от которых зависит необходимая версия перла, проверяет версию модулей, на которых опирается ваш модуль. И основным отличием является то, что здесь написано апперкейсом. Есть соглашение, что все файлы, имеющие суффикс .pl апперкейсом, превращаются в файлы с тем же именем, но без этого суффикса. Соответственно, после преобразования перлом makefile.pl мы получаем makefile. Выполняя команду make, мы собираем наш модуль, ну и maketest, запускаем тесты. Это уже, наверное, вы видите не в первый раз. И очень приятным, на мой взгляд, правилом в этом makefile является правило dist. Оно берет и все файлы, которые указаны в манифесте, заворачивает вам в торбол, который вы можете взять и, например, залить на cipan, если вы хотите выложить этот модуль. То есть за вас утилита h2xs уже сделала правильный лейаут вашего модуля, создала все необходимые файлики. Она, на самом деле, создала много лишних файлов, например, если вам не нужны какие-то константы, если вы можете исключить файлы const.c и const.xs, вы можете отказаться от автолоадера в своем .pm файле. Это все можно почитать в мануале, куча ключей, набор из которых создаст вам прям тот модуль, который вы хотели. Что ж, как создать модуль, мы поняли. Теперь, как его написать. Начнем с основ, с макропроцессора. Собственно, xs — это набор макросов. То есть мы пишем не на c как таковом, а используем некоторый набор предопределенных инструкций, которые нам облегчают жизнь. Есть еще такая вещь, как type map. Это правило преобразования типов данных. Это вещь опциональная, то есть она может отсутствовать в проекте. Мы рассмотрим ее кратко в самом конце. И, собственно, сам xspp — это компилятор, который собирает C-код из макросов. То есть процесс сборки выглядит примерно следующим образом. У нас есть наш правило преобразования типов данных и наш xs-файл. С помощью xspp мы это все вместе собираем в C-файл, который, в свою очередь, компилируется, не знаю, там, вашим системным компилятором. Мы на выходе получаем shared object-файл, который с помощью xs-loader подтягивается из PM-файла. Важное замечание, что для корректной работы в собака.inc нужно включить нужные директории. То есть при сборке модуля мы получим, что у нас PM-файл лежит в одной директории, в директории, допустим, там, blip-lib, а со-файл будет находиться в blip-arch. И нам нужно будет указать оба пути, чтобы PM-файл нашел, откуда забирать shared object-файл. Что ж, рассмотрим типы данных в перле изнутри. Как уже Владимир ранее сказал, мы имеем, ну, мы сталкиваемся не с атомик типами, например, те же самые обычные целочисленные значения, которые мы имеем в перле, они не являются полным аналогом INTA. Это развесистая структура, имеющая под собой необходимые перлу данные, и также данные, на которые мы сами можем завязываться при написании своего кода. У нас есть три основных типа, sv, av и hv. И sv еще подразделяется на несколько подтипов. Это целочисленные значения, беззнаковые целочисленные значения, значения с двойной точностью, по интервейлю это строки, например, чар звездочка, и ссылки на sv. sv же представляет собой, как я уже сказал, сложную структуру. Она состоит из четырех полей. Первые три так называемых заголовок, и четвертое поле — это union для различных подтипов. Any — это структура, в которой содержится некоторая системная информация для этого типа. Rev count — это количество ссылок на данный объект. Дальше третье поле представляет собой целочисленные значения из флагов и типа. На самом деле тип также частично определяется флагами. И вот этот вот union, который представляет собой объединение нескольких типов и позволяет нам с помощью метатипа sv делать что-то наподобие наследования. Как я уже раньше сказал, есть заголовок и есть заголовочное объединение. Типы данных представлены примерно вот такой вот иерархией. То есть есть sv now — это вот просто sv такого типа. От него наследуются sv, pv, sv, nv, sv и v, sv, rv. Также есть производные типы, например, pv, iv и pv, nv. Есть тип pv, mg — это представляющий собой magic типа перла. И на его базе уже строятся нам знакомые av, hv, cv — это code value, vv — это globe value, eo, ну и даже есть отдельный тип для регуляров. Рассмотрим каждый из них немножко подробнее. Если взять, к примеру, скаляр, состоящий из всего из одного байта, его размер будет один байл? Нет. В этом как раз суть, что скаляр, допустим, в строке, состоящей из одного байта, мы можем, кстати, как раз-таки на текущем примере рассмотреть. Как вообще, что из себя представляет строка в перле? Это sv. Any у нас ссылается на такую структуру. Стэш и magic мы сейчас-час опустим. Нас будут интересовать два поля. Это кур и лен. Это лен — это общий размер аллоцированной памяти, а кур — это текущий, объем занятый. А svpv, то есть union, у нас будет ссылаться на массив, то есть банально на чар звездочку. Таким образом, мы уже сразу видим, что у нас sv из одного байта занимает сильно больше, потому что у нас есть накладные расходы на хранение вот этой структуры, на хранение вот этой структуры. Да, и тут будет один байт, но и то он будет не один, потому что у нас есть терминирующий ноль, который выставляется всегда ровно для тех целей, чтобы с этим было удобнее работать в C. Функция length, она только показывает размер? Length показывает кур. Есть еще такой небольшой хак, что после 5.18, странно, что это указано здесь, потому что я брал документацию специально для 5.16, refcount находится в последней ячейке svpv. Дальше, если мы вспомним, например, функцию splice, мы можем от строки сначала и от конца отрезать кусок данных. Ну, с конца это сделать достаточно просто. Мы просто берем и ставим терминирующий ноль чуть раньше, чем действительный конец, тем самым сдвигая ее конец. Что же нам делать сначала? Получается, если мы хотим откусить пару байт от начала нашего буфера, мы должны полностью сдвинуть этот буфер. Но это невероятные расходы и никому не нужно. Таким образом, у нас возникает тип svoq, для которого выставлены флаги poq, то есть, что это является валидным svpv, и oq, что это является offset pv. То есть, у нас есть pv с некоторым смещением. И мы видим, что преобразований не так уж и много, то есть, у нас остается полностью структура как в svpv, но поскольку у нас освободились ячейки в начале нашего буфера, сюда указательно в начале буфера будет лежать значение offset. То есть, мы приходим забирать этот наш буфер, видим, что у нас выставлен флаг oq, и мы понимаем, что здесь у нас находится offset, относительно которого будет начинаться строка, которую мы должны отдать. То есть, придя в эту ячейку, мы увидим, ага, 2, сразу делаем плюс 2 на начало буфера и отдаем строку, начиная уже с третьего элемента. Да. Ну, мы же сплайсом создаем, получается, ну, как бы, array, правильно или нет? Ну, сплайс, он вообще, то есть, значение, что... А, да, subster. А, как. Я огорелся. Тогда вопроса нет. Но для array все то же самое. Да, если, допустим, для array, то мы создаем несколько таких svw, просто у них разный будет offset, и, соответственно... Ну, если у вас был один большой там скаляр, типа string, и вы его там поделили по white space, тогда у нас получается, должна вот эта вся структура... либо размножится, и в каждом элементе будет разный этот offset, либо у них у нас... Я либо не до конца понял вопрос, либо не могу сейчас на него ответить. То есть, мы что-то разделили пробелами. Ну, да, если мы сплайс используем, то, допустим, что у нас в итоге в array падает? У нас должны... Ну, у нас в array ничего не падает. То есть, результатом этого будет являться, по сути дела, копия вот этой svw с выставленным вот этим ооком и с соответствующим сдвигом. Это про subster? Да, про subster. Я просто говорю, я оговорился, Владимир поправил, что мы говорим не про сплайс, а про subster в данном случае. Так. svw — это целочисленные значения. Мы видим, что у нас даже нет никакой дополнительной структуры здесь, потому что она попросту не нужна. Нам нужно хранить наши заголовки для sv, и прямо где должен храниться поинтер на какие-то данные, мы храним наше значение. Ну, сделано так очевидно почему, потому что у нас любое значение, даже 64-битное, оно влезает в размер, который занимает наш адрес. И все-таки, да, опять-таки накладные расходы у нас имеются. тип svnv, он уже у нас имеет вот эту структуру, которая any, и занимает, соответственно, значение для… выделенное под double. Также тут немножечко заблюрено, но суть в том, что остается еще значение для iv в данном случае, чтобы можно было использовать также integer value на ней. Мы сейчас на следующих типах рассмотрим sv-шки, скажем так, двойного типа. То есть, например, svpv и iv — это sv, который одновременно имеет и строковое значение, и числовое значение. Ну вот, например, это одним из юзкейсов в данном случае является имя, имя константа в янам, да, в перечислении, и ее фактическое числовое значение. То есть в перле нам, наверное, удобнее будет работать с этим, как со строками, чтобы не выносить эти константы все наверх, и проще анализировать вообще. Но в то же время, например, в стиле нам будет удобнее работать с непосредственными целочисленными значениями. Мы можем в svpv положить наш буфер, а в any добавляется поле xivu, в котором будет содержаться целочисленные значения. То же самое можно сделать для значений дабла. Если мы говорим про ссылки, то ссылки, они на самом деле отличаются. Они были, поэтому, заблюрены на самом первом слайде. Они отличаются от обычных svpv, у них вообще нету в any ничего не лежит. У них есть в union, у них лежит просто указатель на другую свэшку. То есть у нас вот эта структура полностью пустая, и мы имеем только одно поле, заполненное тем, куда нам нужно пойти, чтобы разминать эту ссылку. AV сделан достаточно просто. Это представляет собой структуру, сильно похожую на pv. То есть у нас есть буфер array. То есть у нас вот там, где должен находиться указатель на буфер, у нас находится указатель на первый элемент массива, как Владимир поправил, что это очень похоже с тем, что мы имеем со svpv. Буфер же на начало, указатель на начало массива у нас находится в поле alloc в структуре any. Fill — это аналог cur, а max — это аналог len. То есть fill — это сколько у нас элементов сейчас находится в массиве, а max — это весь размер аллоцированной памяти. Основное отличие только то, что у нас тут лежат не байтики, а sv-шки. Ну, указатель на sv-шки. — Сколько max составит? Потому что, сколько я понимаю, массив можно. — Все, да, суть в чем, что это все зависит от, во-первых, от реализации перла. То есть все, что я сейчас рассказываю, оно, во-первых, уже в 5.18 не так. И я вообще могу просто вам стоять и врать, потому что, ну, проверить у меня сможет только посмотрев в исходнике. То есть как это работает? Выделяется при создании массива некоторый блок памяти, ну, допустим, на 5 элементов. Когда мы занимаем 5 элементов, есть, например, при каком-нибудь пуше проверка, что, ага, если у меня сейчас fill равен max, мне нужно зааллоцироваться, чтобы в следующий раз я мог вставить элемент. Мы просто берем и банально там, допустим, увеличиваем размер массива вдвое. У нас уже 10 элементов. Мы работаем, что-то выкидываем, куда-то перемещаем. Опять-таки нам легче перевыделить память, чем перенести все левее. То есть, например, у нас может быть последний элемент быть. То есть да, fill — это не сколько элементов, а вот именно индекс последнего вот этого элемента, то есть сколько элементов, считая, от алока использовано. Таким образом, мы можем перевыделить память и опять-таки не сдвигать наш массив. То есть это все внутри перла, оно все делается автоматически либо при обращении к новому пушу, либо после нового пуша. Это уже там на усмотрение разработчиков. Наверное, самый сложный тип данных — это хвшка. Она тоже представляет собой массив в качестве юниона. Структура Any, так же как АВ, содержит в себе стэш и мэджик, которые нужны для системных вещей. Кейс — это количество, ну, аналог фила, просто количество ключей в нашем хэше, а макс — это количество, ну, объем буфера, под который, поскольку ключей был зааллоцирован. Есть два интересных поля — это eiter и reiter. Один — это итератор по нашим так называемым хэш-энтити, то есть это структура вида next, то есть ссылка на следующий элемент. На ключ, да, то есть hekey — это хэш, то есть, ну, циркур, представляющий собой хэш, а также сам ключ и плаги. И value, который представляет собой свэшку, потому что мы как значение хэша не можем взять ничего, кроме свэшки. и если eiter итерируется по вот этим вот сущностям, то eiter итерируется по вот этому массиву. Соответственно, eiter заканчивается итерацией в случае, когда равен null, да, когда у нас next равен null, eiter заканчивается итерацией, когда доходит до максимального элемента. Максимальный же элемент в этом массиве, он на единицу меньше того, что выделено, потому что в самом последнем элементе, как раз, как видно по схеме, хранится ссылка на вот эту вот структуру. Вот, есть еще официальная магия. Не как во всех языках программирования, конечно, что-то не работает, а вот прям реально официальная магия. В перле, на самом деле, она мало чем отличается от… Ну, то есть, array и хэш, они базируются на магических, на типе magic. И основным отличительным свойством этого типа является то, что у нас на доступ или изменение данных можно заводить какие-то свои обработчики. То есть, как бы это, оно вроде бы, как это, как крякает, как утка, летает, как утка, но на самом деле крокодил, вот, потому что ест уток. Что ж, уже перейдем больше к практике. Как создать св-шку? Есть такие вот макросы, все они возвращают св, как ни странно. Для… Как создать св-шку нулевого размера? Если создать св-шку, если туда, например, поставить 20, то будет аллоцированная св-шка с вот этим буфером, равным 20, как св-пв. Ив, ув, понятное дело, для… Ну, и nv тоже для целочисленных значений. св-пв — это аллокация под нультерминированную строку, св-пвн — это строка и ее длина передается, св-пвф — аналог с принтефа сишного. То есть, мы можем дать какой-то формат и дать список аргументов. Из этого собирается строка и кладется в буфер св-шки. Установка значений тоже достаточно все логичные названные макросы с аналогичными сигнатурами. Все это можно посмотреть, на самом деле, в ссылках ниже, на слайде. Там есть туториал, есть вообще описание самого XSA, подробное описание API, насколько они смогли его подробно описать. И PerlGuts — это такие вот понимания вообще внутренностей перла. Получение значений переменной. Мы передаем св-шку, получаем соответствующее значение. Тоже такие вот макросы. Обращу внимание на два интересных макроса — это св-пв и св-пв на улен. Они возвращают указатель на строку, то есть указатель на буфер строки. В одном случае отдавая длину, в другом случае, очевидно, не отдавая. И вот в этом случае нужно передавать не ссылку на переменную, как, например, мы бы сделали в каком-то методе C. То есть мы хотим прочитать строку, и мы должны передать адрес переменной, куда нам бы хотелось сложить длину. Нет, это у нас макрос, он просто раскроется, и переменная, которую мы передадим сюда, она сама подставится. То есть нужно прямо поставить сюда саму переменную. И проверки на типы св-шки. То есть я там несколько флагов уже показал, их на самом деле еще больше. И каждый из этих макросов, он просто проверяет, что на этой св-шке выставлен соответствующий флаг. Что ж, перейдем к работе со стеком. То, что мы получаем в наших перловых функциях в переменную собак подчеркивания, на самом деле это то, что у нас сейчас лежит на нашем стеке. Мы можем эти переменные забирать оттуда, они больше не находятся в собаках подчеркивания. Мы можем просто их, брать их значение и использовать, тогда оно останется на стеке. В общем, делать с ним все, что угодно. Как же это делать в C? В C есть вот такой макрос теста N. N должно быть меньше, чем items. Items — это специальный макрос, опять-таки, который определяет количество элементов, переданных в эту функцию. Соответственно, при N меньше items, понятное дело, мы получим соответствующий элемент стека. Не обязательно их все снимать последовательно. При N больше items поведение не определено. Можно поймать какой-то другой чужой аргумент, а можно получить sigFold. Установка переменных стек. Можно в функции проверить контекст. Переменная gimme содержит в себе значение либо void, то есть void контекст у нас не просит ничего отдать, либо просит нас отдать скаляр, либо просит отдать array. Но аналогично want array функция работает. Соответственно, например, мы проверяем, что у нас не вводит контекст, то есть нам нужно что-то отдать. Мы расширяем стек при необходимости и пушаем туда наше значение. Про расширение стека. У нас в момент, когда функция вызывается, когда мы попадаем в наш сикод, у нас есть какая-то определенная область, аллоцированная на стеке. Например, нам передали три аргумента. При возврате этих аргументов обратно в первом, мы можем не расширять стек, если нам, например, нужно вернуть один аргумент. Почему? Потому что тот стек, который аллоцирован для нас, там лежит три аргумента. Мы их можем спокойно использовать, как мы хотим, перезатирать и работать с ними любым образом. Когда мы положим туда свшку, то первые увидят, да, все, сюда что-то положили, стек не нарушили, все, поехали, уезжаем в наш перловый код. Если же, например, мы получили один аргумент, а нам нужно отправить два аргумента, то нам нужно расширить стек, чтобы мы не нарушили зоны соседнего выполняющегося кода. Мы это рассмотрим чуть дальше, прямо на схеме подробнее, но для случая, когда, например, мы не хотим заботиться о том, расширять нам или не расширять стек, можно использовать вызов xpush. Он всегда расширяет стек. То есть, понятное дело, мы на этом теряем немного в производительности, но тем самым гарантируем и освобождаем себя самих от проверок того, что мы не вышли за границу нашего выделенного стека. Ниже перечисленная функция — это, собственно, функция работы со стеком. Теперь перейдем к тому, как же у нас вообще выглядит наш access файл. Это смесь C с дружелюбным C. Есть C-шная часть, где можно писать прямо на чистом C. Вот прямо там все пишется на чистом C. Даже комментарии работают. Все прекрасно. Она находится выше вот этой строки. Module Package Опциональный Include. Все, что находится ниже этой строки, является уже access-ным кодом. Там уже нужно соблюдать свои правила. Например, комментарии там уже не стандартные C-шные, а решетка, потому что вот эту часть кода уже будет процессить перловый припроцессор и преобразовывать так, как это ему хочется. Что ж, напишем простую функцию. Она принимает в себя два аргумента. Вектор 1 и вектор 2. А должна вернуть их в скалерное произведение. Есть секция, называемая секция сигнатуры, где мы можем определить типы. То есть мы в данном случае можем опустить определение типов, а определить их в этой секции. Мы будем получать, соответственно, две ссылки на массив. В секции код описывается, собственно, код. Что мы должны сделать на C? Объявляем выходное значение нулем. Считываем значение, размер вектора. А в LN возвращает нам не размер массива, а индекс последнего элемента. Поэтому нам нужно прибавить единичку, чтобы нам хватило памяти зааллансировать все. Сравниваем с размером второго элемента. Если оно не совпало, говорим, ну, ничего страшного. Для этого есть функция крок. Она бросает исключение наверх по стеку. Дальше в цикле просто забираем элемент из вектора 1 на этой позиции, разменовываем его и приводим к типу NV, то есть к W. Умножаем на такую же вещь из вектора 2 и приплюсовываем это все к результату. Дальше говорим, что вот этот волшебный переменный ритвал будет равна значению то, что мы посчитали. Выводим наверх ритвал. Выглядит все просто, но все простое обычно имеет ограничения. Например, в данном случае мы с помощью ритвал можем вернуть только одно значение наверх. Нам повезло. У нас два вектора поразуются в одно скалерное значение. Но, например, если нам нужно было вернуть длины всех векторов, которые нам передали, этот бы способ нам не подошел. Какой бы способ нам подошел? Нам подошел бы не code секция, а ppcode секция. Это секция, в которой мы уже более ответственны за работу со стеком. И если мы уж не должны, как в этом случае, в этом случае мы можем также в сигнатуре пометить, что у нас приходят два аргумента, и перл сгенерит этот код за нас, то код по возврату значения мы уже должны будем писать сами. В данном случае я уже решил использовать перловый тип NW. На самом деле это просто алиас на дабл. Делаем все то же самое, за одним исключением. После подсчета результата мы создаем новую свэшку с помощью svnv. делаем ее мартальной, с этим мы разберемся чуть позже, пока что опустим. И кладем на нулевой элемент стека, не переведяя его, потому что у нас пришло два аргумента. Делаем вызов xsretual, и функция возвращается обратно в перл с результатом на нулевой позиции в стеке. То есть как вообще происходит эта работа со стеком? Вот наш курс стек. это банальная авэшка, которая ссылается на некоторый выделенный буфер на свэшки. Собака-педаль из себя представляет следующая вещь. Это кусочек этого стека, в котором лежат, например, вот эти две свэшки. Мы видим, что они лежат на нулевом на первом месте. Есть стек бейс. Это вот такой сквозной массив, на котором кладутся все аргументы. Они там кладутся, 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 кладутся. Стек-оспэ это указатель на последний элемент. Стек-макс, ну, соответственно, размер всего этого буфера. И, собственно, для перехода и передачи этих параметров в функцию мы используем второй стек, марк-стек. это стек, собственно, с указателем начала стека в глубину. Все еще держим нить, да? Один стек ссылается на указатель в другом стеке. В этом случае мы видим, что вот у нас во второй позиции находится указатель на начало, например, функции, которая вызвана кем-то выше нас. Заканчивается она ровно там, где стоит следующий марк-стек. То есть вот эти три элемента будут поданы в одну функцию. А функцию внутри нее будут переданы все, что стоит после этого марк-стека до того, как мы вызовем функцию. При вызове функции он нам выставляется новый марк-стек. Сюда говорится, что это вот это значение. И мы вот эти два значения отправляем в нашу функцию. Я тут накидал несколько ключевых слов. Вот это искать не надо, а вот это искать надо. Это для того, чтобы вообще понять, что лежит под вот этой секцией, то есть как у нас партится сигнатура и как работает xs-return. На этом просто сейчас, если остановимся, то мы разойдемся только к утру. Есть еще другие стеки. Это сколп-стек и с ним связанные. сколп-стек нужен для того, чтобы, например, локализовать наши переменные. Вот мы объявляем блок, открываем фигурную скобку, пишем local$, перебиваем тем самым в этом блоке наше значение разделителя входного потока, если я ничего не перепутал. И дальше работаем. Но по выходу из стека мы должны, по выходу из скоба мы должны вернуть все на свои места. Собственно, как это делается? Аналогом фигурных скобок в xs-е является макрос-enter и макрос-лив. При вызове макрос-enter мы, как в случае с марк-стеком, выставляем указатель. Вот этот вот. При вызове-лив это значение уже не имеет смысла. И все, что было между вот этими двумя поинтерами, оно все будет восстановлено. То есть все значения, например, все перебитые обработчики сигналов, как там, то есть восстановятся функции, строки, все что угодно. Все свэшки, которые были переопределены вот в этом вот скобе, в новом, они все будут восстановлены. Сохраняются они вот в этом вот стеке. С помощью TMP-стека делается, переменные, так называемые вот мартальные. Мы уже видели вызов свэту-мортал. Осталось еще чуть-чуть до того, как мы будем с этим разбираться, что же это такое. Соответственно, при, как вы видите, тут еще у нас осталось два макроса. При входе в скоб мы говорим saved.mpath. и это у нас как раз-таки сохраняет все наши какие-то временные переменные. То есть все переменные, которые живут в этом скобе, они будут жить до закрытия этого скоба. В случае фрит-мпс все функции, которые не были уничтожены к этому моменту, но были декрементированы, ref count был декрементирован, то они будут зачищены. Собственно, это подводит нас к мартальным переменам. Для чего это нужно? Собственно, для того, чтобы у нас переменная существовала внутри нашего скоба, но вне него уже была зачищена, чтобы мы не текли по памяти. Есть вызовы ref count inc dec и newrv no inc. Первый из них выдает просто ref count данные свшки, два других соответственно его увеличивают на единицу или уменьшают. Третий создает ссылку без увеличения ref count. Как мы помним, ref count это величина, которая содержит количество ссылок, то есть при создании новой ссылки это значение на исходном объекте увеличивается. Есть три вызова. sv newmortal создать новую мортальную свшку, привести свшку, сделать ее мортальной и скопировать свшку как мортальную. То есть исходная свшка останется обычной и эта будет мортальной. Как это работает? Мы входим в скоб, сохраняем все наши временные объекты. дальше мы заводим вот такую свшку, делаем ее мортальной. Она в рамках вот этого блока все еще существует. После frit mps мы там например можем ее присвоить, положить на стэк и в случае leave, если наша функция завершает выполнение, уже другой другая функция возьмет за нее обязательство, то есть уже сама будет управляться ее refcount. А мы говорим, что вот мы все, что с ней нужно сделали, мы положили на стэк, забирайте когда хотите, но вот только после frit mps, потому что после frit mps этой переменной уже не будет. Для чего это сделано? В перле нет такого понятия как garbage коллектор и переменные удаляются после того, когда их количество ссылок достигает нуля. Если мы не будем зачищать переменные, то мы будем течь по памяти. У нас будут оставаться какие-то аллоцированные области, которые нам по сути больше не нужны. Если же мы будем декрементировать refcount до того, как эту переменную кто-то заберет, то есть кто-то увеличит ее refcount, то мы можем пострадать, потому что мы просто ее потеряем. Таким образом, мортальность переменной дает нам гарантию того, что после frit mps эта переменная будет почищена, но до этого она будет все еще жива. Ну, она будет почищена в случае, если ее refcount будет нулем. Если кто-то уже завладел, refcount нулем уже больше не будет. Что же, это мы разобрались, как писать функции на xs, вызывать их очень просто, ровно как и... то есть какая сигнатура функции, такой она приедет и в перловый пакет, в pm-ник. Надо только не забыть ее поэкспортить. А как же вызвать, например, перловые функции из xs? на самом деле не так уж и сложно. Объявим анонимную функцию, возвращающую непонятные числа и соберем из этих чисел дату рождения. Соответственно, наш xs-код будет выглядеть следующим образом. Мы получаем одну свэшку, которая, ну, судя по названию, является ссылкой на код value, на предъявляем нужные нам переменные, инициализируем новый скоуп, сохраняем все наши, все, что нам надо. Pushmark.sp. Что такое pushmark.sp? Да, это ровно то, что дает указание «сохрани, пожалуйста, в mark-стэке текущее значение sp». То есть у нас есть вот это вот значение нашего стэк-поинтера. Мы его сохраняем в mark-стэк, тем самым инициализируя новый кусок стэка для функции, которую мы будем вызывать. Вызываем call.sv. Вызываем саму функцию, передаем ей параметры, скажем, мы хотим ее без, мы вызываем ее без аргументов и в обратку хотим получить массив. Результатом вызывает функция, будет количество аргументов, которые мы имеем на стэке. Вызов sp.again он по сути дела проверяет, что вот этот sp.pointer стоит в нужном нам месте. То есть почему это нужно сделать? Потому что у нас функция, которая вызывалась в call.sv, могла как-то изменить работу со стэком. Например, заново инициализировав в случае, как где-то делает функции при вызове гоуту, если ее вызовет через гоуту амперсант. Или же могла его расширить. В общем, могла сделать все что угодно, мы просто вызываем sp.gain и гарантируем то, что мы сейчас находимся в нужной позиции нашего стэка. Проверяем, что каунт меньше трех. Заметьте, не items аккаунт, потому что items это то, что у нас наша функция, в которой мы находимся, а аккаунт это то, что нам вернуло вызываемые функции. В случае, если arg.net меньше трех, мы выкидываем ошибку, а дальше мы снимаем элементы со стэка. Снимаем следующим образом, в обратном порядке, то есть мы видим, что пришел день, месяц, год, мы снимаем год, месяц, день. Как раз функции pop звездочка они просто аналогичны функциям pop в перле. Звездочка же обозначается вот этот вот суффикс, он указывает тип, который мы хотим снять, то есть у нас popn, он берет последний элемент со стэка, приводит его к нужному нам типу и складывает нужную нам переменную. Говорим free-tempo sleeve, нам вот этот скоб уже не нужен, у нас все наши переменные уже проинциализируем всем, чем надо, и создаем новую св-шку этого формата с соответствующими днем, месяцем и годом рождения, заворачиваем его в mortal и отдаем в push-es, собственно, чтобы не заморачиваться со всякими x-return и прочим, и как мы видим, возвращающим типом этой функции является char звездочка, а не void, как было в предыдущем случае pp-code. Можно еще раз почему ее заворачивать в mortal? Еще раз, почему я заворачиваю в mortal? У нас есть новая св-шка, мы ее создали, поскольку ее создали мы, мы за нее отвечаем, ref count не равен единице, если он останется единицей после того, как мы выйдем из функции, у нас эта память просто утечет, мы не сможем ее уже никак освободить. Если же мы тут скажем дек-рев, то есть мы создадим отдельную переменную под эту св-шку, сделаем на нее ref count dec, то ref count этой св-шки будет равен нулю, и она моментально испарится. svetumortal дает нам гарантию того, что эта св-шка будет положена на стэк, и соответственно ref count ее будет увеличен на единицу, а после этого уже произойдется ее удаление, ну освобождение от памяти. Как шутку я решил показать, что можно заевалить любую строку в фишке, создать из этого функцию и вызвать это. То есть этот код отличается от вот этого тем, что тут нам ничего не прилетает, а мы сами генерием эту функцию прямо в си. Можно нарушать правила прямо в си. Что ж, TypeMaps. Сразу предупрежу, вещь омерзительнейшая просто, то есть пользоваться ей нужно прямо крайне редко, и в случаях, когда у вас есть развесивание логики какой-нибудь валидации аргументов, развесивание логика преобразования одной структуры в другую, вы все это выписываете несколько раз либо тупо копипастите либо объявляете TypeMap, которая за вас то есть вы пишите это либо один раз либо копипастите. Ну, понятное дело, что уж лучше пострадать и написать один раз. Очень чем-то смахивает на сишные макросы по отношению людей к этому. Есть так называемые CoreTypeMap. Их на самом деле не так много. И, например, того же самого double звездочки, который нам бы мог помочь в этом случае, вместо того, чтобы постоянно фетчить значения из array, мы могли бы просто преобразовать это все к double звездочки и уже итерироваться по нормальному сишному массиву. Этого типа, к сожалению, нет. К этому Perl не умеет приводить. Перловый тип к сишну. Таким образом нам нужно написать TypeMap. Как написать самый простой TypeMap? Ну, например, для TPV. Мы берем переменный arc, это, соответственно, аргумент, который к нам пришел в TypeMap. Там есть, если я не ошибаюсь, всего три таких псевдопеременных. То есть, они даже выглядят как перловые перемены. Это arc, это аргумент, который нам пришел у сперла. Это Type, которого мы хотим привести. И var, это значение, которое получится на выходе. Все это просто подставляется XPP. Ну, то есть, в данном случае мы просто берем sv-ку, кастим ее к чар-звездочкой и получаем значение. В обратную сторону с точки наоборот. Берем нашу sv-ку и с этим туда наше значение, которое является чар-звездочкой. Объявим структуру не очень сложную. Это массив с длиной. То есть, у нас есть длина массива и его содержимое. Обзовем его таким вот странным словом и напишем TypeMap для него. мы будем маппить RRF, то есть, анонимный, например, массив или ссылку на него в этот тип. Можно определить тип преобразования из double-звездочкой в этот массив, но он нам не нужен, поэтому просто выкинем тут исключение, если кто-то попытается так сделать. А входное преобразование написать придется. То есть, выглядит примерно следующим. Мы пишем тип преобразования, это прям отдельные две секции input typemap и output typemap. Пишем тип перловой, который мы пишем, и вот такой блок кода. Блок кода, в котором мы экранируем кавычки, потому что на самом деле это просто строка. То есть, первый возьмет как строку, просто подставят. Если мы соответственно тут не экранируем кавычки, то у нас половина будет строкой, половина будет не строкой. Обязательно нужно соблюдать вот эти вот отступы, иначе будете очень долго не понимать, почему у вас ничего не получается. То есть, тут должен находиться и dent-level. Немножечко на питон похоже. Собственно, делаем две проверки, что это св-шка, и это св-шка, которая является референсом. Если таково не является, выкидываем исключение. Дальше берем ссылку на массив из этого, из того, что нам пришло. Проверяем, что тип этой св-шки у нас ПВ-АВ. Если он не такой, выкидываем исключение. Дальше инициализируем под нашу структуру память, аллоцируем соответствующего размера. В длину кладем то, что мы используем в качестве длины в предыдущих версиях. Дату также аллоцируем размером длины на sizeof double. Дальше в цикле пробегаемся и уже в дату перекладываем вот эти значения из нашего RA. В результат приводим типу и кладем это PRA. А наш сишный код уже будет более похож на что-то сишное. Мы уже в сигнатуре пишем, что мы возвращаем принимаем на вход PRA, возвращаем double, делаем проверку, ту, которую делали с самого начала, и в результат выдаем скалярное произведение. Пушаем его и обязательно не забываем освободить то, что мы зааллоцировали в typemap. Да, это цену, которую мы все-таки должны заплатить, что в случае, когда в typemap мы выделяем память, за нас ее никто не освободит. Просто это будет прописано явно в секции pp-code, они в typemap. На этом по XS-у все. Что же дальше? Ну, дальше все по пунктам. Для начала нужно создать модуль. Для этого есть две доки по созданию нового модуля и по самому а, что XS. Прочитать минимум по XS-у, это PerlXS, там вообще написано, что вообще такое XS. XS тут это примитивный туториал по XS-у, там рассматриваются не все краеугольные камни, но вот то есть показывается минимум, чтобы просто сесть и написать свой модуль на XS. PerlGuts, там рассказывается тоже, что вообще из себя представляет Perl'овая API, но без всяких вот заморочек. Постоянные же помощники в XS это Perl.ip, это то, что можно назвать полной документацией, хотя она далеко не полная. Perl.call это для вызова функций, как из Perl, так и из XS. XS. TypeMap для того, чтобы научиться делать сайта TypeMap. Perl.interpretaтор это про Embedded Perl, то есть мы все можем не просто взять и вызывать Perl'овую функцию, а мы можем прям инициализировать интерпретатор Perl'а и делать предоставляемый Perl. И XS.PP это тоже страничка, посвященная припроцессору XS. Ну, для LevelMonth это IlGuts, такая небольшая страничка, там собственно оттуда я брал все картинки для иллюстрации того, как состоят себя SV-шки, там прям не то, чтобы подробно, но достаточно расписано про то, как это все устроено внутри, как это все работает, ну, понятное дело, самая подробная документация это исходный код Perl'а. Вот, спасибо за внимание, остались ли какие-то вопросы? Можете привести какой-нибудь пример жизни для этого XS? Ну, я лично написал один модуль по преобразованию денег в значение денежных в рублевые названия, но это там нужно было для одной из моих задач. Почему я это сделал на C, а не на Perl'е? Потому что мне показалось это решение более удобным и заняло бы у меня меньше времени и меньше ресурсов. Также, например, вот Монсом пишется много коннекторов различных, которые имеют сишный интерфейс и мало того, что они все основаны на каком-то EV, то есть они под собой прямо на сишном уровне работают с event loop но и также там все преобразования каких-то структур в бинарные данные распаковка этих бинарных данных в перловую структуру и все это делается на эксессе что еще такого бы припомнить банальный base 58 там base 64 это все реально быстрее пишется на C и удобнее и нагляднее потому что работа ведется с непосредственным сишными буферами сишными памятью кто-то скажет что ой нет это неудобно но неудобно пожалуй только строки конкатинировать все а все остальное наоборот как мне кажется сильно удобнее потому что имеется непосредственный доступ к ячейке куда я хочу записать записать а в перле можно сделать приятный интерфейс то есть это палка о двух концах ты либо получаешь очень громоздкую имплементацию и может быть даже не особо производительную но с приятным интерфейсом либо как в случае си там у тебя как форки например возвращается минус единиц когда ты не смог форкнуться ну потому что а как по-другому спрашивается это сделать вот или там скопировали там мемцы пи сколько байт возвращается а не указатель на эту память а вот такие прослойки они дают возможность делать что-то производительное быстрое круто здорово получая от этого удовольствия и получая удовольствие от программирования в перле тебе не нужно использовать да а тестируйте как ну допустим купите что-то в сессии ну так тесты обычные перловые ну то есть там можно прямо в сейшном коде написать там ну не сей как fprintf там же просто сейшный код то есть там можно использовать все что сделано на сей а запускается как перлы да да то есть просто при ну а что вообще практически делает все за вас только нужно правильные пути указать после сборки все остальное ну все делает первым то есть он подгружает эту сошку и там ну допустим нет никакой разницы я подключу свой эксцессный модуль или свой перловый модуль в том же самом однострочнике я все равно там напишу use да опять-таки возвращаясь к вопросу про эксцесс например все-таки там экспорт функции легче писать на перле потому что для этого уже есть нужные инструменты и вот в перловой части да эксцессного модуля можно написать там да экспорт ок экспорт что там когда вызываю use что функция должна выполнить да а в то же время эксцесс loader он просто подтянет эти функции и пропроксирует уже нужный namespace то есть главное выбирать инструмент под нужную задачу т.к. т.к. д т.к. Продолжение следует...